Такой день рождения бывает только один раз Такой день рождения бывает только один раз Андрей Рублёв о выигрыше Кубка Кремля Газета «Коммерсант» номер 193 от 22 октября 2019 года Строение 12 Победой россиянина Андрея Рублёва в Москве завершился 30-й турнир ВТБ Кубок Кремля На следующее утро после воскресного финала против француза Адриана Маннарина Завершившегося со счётом 6 к 4, 6 2 и точей 0 Новоиспеченный чемпион в интервью корреспонденту «Твёрдый знак» Евгению Федокову Поделился своими свежими ощущениями Рассказал о некоторых событиях, предшествовавших домашнему успеху И объяснил, почему не хочет, чтобы теннисный сезон заканчивался В воскресенье вам исполнилось 22 года Как спилась после предельно насыщенного положительными эмоциями дня Честно говоря, почти никак Времени на сон практически не осталось С утра только успел собрать вещи и отправился в аэропорт Лечу в Вену, где во вторник на следующем турнире мне играть пару вместе с Карином Хачановым А в среду, первый круг одиночки Это был лучший день рождения в вашей жизни? Безусловно, даже не знаю, повезёт ли мне ещё когда-нибудь выиграть финал 20 октября Наверное, такой день рождения бывает только один раз Просто удивительное совпадение Матч против Манна Рина сложился гораздо легче, чем, например, встреча первого круга с вашим ровесником Александром Бубликом Вы рассчитывали на такой вариант? Конечно, нет И в мыслях не имел, что смогу обыграть Манна Рина так уверенно Но в итоге удалось избежать триллеров и драм После игры мы перекинулись парой фраз с моим тренером Фернандо Весенти И он сказал, что когда я чувствую себя уверенно и умно играю, то за мной всегда интересно наблюдать со стороны Вы работаете с испанцем уже несколько лет и не раз называли его идеальным для себя тренером Чем он вам так подходит? Всем понемногу С ним никогда не бывает скучно Он старше на 20 лет Но мы быстро сошлись характерами, пониманием тенниса, взглядами на жизнь Все как-то совпало воедино И мне кажется, что у нас классно получается Весенти можно назвать строгим тренером? Нет, да и не нужна мне излишняя строгость Люди, которые меня окружают, хорошо знают, насколько я требователен к себе Поэтому Фернандо никогда не заводит меня, не добавляет масла в огонь А, наоборот, старается успокоить В моем случае это очень ценное качество В детстве вам удавалось в качестве болбоя подавать мячи чемпионам Кубка Кремля А я им никогда не был, в отличие от своих друзей А вот смотреть матчи Кубка Кремля всегда ходил с удовольствием Где вам больше понравилось играть? В Олимпийском Где вы в 2014 году очень удачно дебютировали в сборной России В матче Кубка Дэвиса против португальцев Или в Крылатском Трудно сказать Сначала мне нравилось в Олимпийском Но потом там поменяли покрытие И я почувствовал себя не очень комфортно За 6 лет выступлений на Кубке Кремля не выиграл ни одного матча А в Крылатском с первой же попытки смог победить Так что было бы глупо отрицать, что в новом зале мне было очень хорошо 18 ноября в Мадриде начинается финальная часть Кубка Дэвиса Который будет разыгрываться по новой формуле Пока главной надеждой сборной России многие считают Данила Медведева Но может получиться так, что основная нагрузка там ляжет на вас с Карином Хачановым Вы уже готовите себя к этому, по крайней мере, морально? Пока нет Но я понимаю, что последние 3 месяца были для Дани очень насыщенными И если он через неделю здорово сыграет в Париже А затем на итоговом турнире в Лондоне То приедет в Мадрид уставшим Но может получиться и по-другому Поэтому заранее нельзя предсказать, как все сложится Давайте немного подождем До Мадрида осталось уже меньше месяца Согласны с довольно распространенным мнением Согласно которому вам, Медведеву и Хачанову Помогает прогрессировать конкуренция друг с другом По мне это не имеет особого значения Потому что я не ставлю перед собой задачи быть лучше, чем кто-то еще Моя цель – самосовершенствование Я стремлюсь полностью реализовать свой потенциал Не акцентируя внимание на других Разумеется, я профессиональный спортсмен и буду очень рад Если когда-нибудь смогу подняться выше всех Но даже если этого не случится Нужно будет просто признать Что кто-то умеет играть в теннис лучше меня Не вижу в этом ничего сверхъестественного Вам не обидно, что сезон близок к завершению Именно в тот период времени Когда удалось набрать отличную форму Или уже сказывается осенняя усталость? Усталости нет Есть желание играть И не хочется, чтобы сезон заканчивался Правда, продолжительного отдыха у меня не будет Ведь примерно через три недели после Кубка Дэвиса уже придется лететь в Австралию В 2017 году вы выиграли первый титул в Умаге Дошли до четвертьфинала Стали первой ракеткой России Но за последние два сезона перенесли две травмы Спины и руки Пропустив в общей сложности четыре месяца Обидно было простаивать в то время Когда другие уходили вперед Конечно, мне было очень жаль терять время Но и надежда оставалась Я верил, что смогу вернуться более сильным и наверстать упущенное В этом смысле примером для всех теннисистов Должен служить Энди Морей Который девять месяцев назад перенес эндопротизирование Тазобедренного сустава А в воскресенье в Антверпене выиграл свой сорок шестой титул В январе в социальных сетях вы выразили британцу поддержку А сейчас еще не успели обменяться с ним поздравлениями? Нет У него сейчас на телефоне столько сообщений Что мое наверняка затеряется среди них Но при первой возможности я Конечно, обязательно поздравлю Мария То, что ему удалось совершить Чрезвычайно круто Таких волевых людей, как Энди В нашем виде спорта единицы Вы сами-то надеялись зимой Что Мария вернется Можете не верить Но да, было у меня такое ощущение А когда после операции Энди рассказал Что у него ничего не болит Я подумал, что теперь-то уж для него точно не все потеряно И, выходит, оказался прав Продолжение следует... Продолжение следует...